здравствуйте сегодня у нас лекция по архитектуре продолжение мы делаем некий шаг в сторону от разговора про конвенции к вызов под играм и так далее мы к ним еще вернемся через пару через одно занятие через одну лекцию а сегодня у нас такая специфическая тема которая называется математический сопроцессор сразу хочу предупредить что она состоит тема сегодняшняя из двух частей первую из которых я подготовил довольно давно и она не поменялась потому что это разговор про некий стандарт хранения вещественных чисел который в международной комиссии по стандартизации называется е 754 вторая часть это собственно как все это устроено в процессоре вот и здесь я готовился буквально вот там столько сколько обычно готовлюсь к лекции но с учетом того что последнее время меня голова не соображает вообще думаю я очень медленно есть вещи недоделанные мы попробуем их с вами прямо в эфире доделать вот так что если я буду как как-то тупить и лажать ну впрочем вы уже привыкли что это да ну вот значит математический сопроцессор но пока что давайте немножко разберемся в мутной теме вещественных чисел хочу сразу сказать что это то что я говорю практически всегда когда рассказываю про языки программирования компьютер или что угодно никаких вещественных чисел не существует вот вещественное число это абстракция их не стоит в реальном мире это абстракция которую мы придумали для оценки вообще говоря бесконечно мерных сущностей сущностей ну как бесконечно мерных нет измерение там одно а вот сама сущность бесконечная вообще говорю честно число это придел какой-то там последовательности до естественно число за исключением чисел и рационально А они могут считаться просто таким подвидом счетных чисел. Вещественное число невозможно записать до конца, оно имеет много знаков после запятой, если мы записываем это в десятичной системе. Мощность множества вещественных чисел несчетна, это континуум. В общем, это такая абстракция, существование которой мы предположили и с ней оперируем, а вот моделировать ее невозможно. Сохранением всех свойств. Поэтому во всех, без исключения, кажется без исключения, современных компьютерах, вещественные числа моделируются так или иначе числами натуральными. Не натуральными, а рациональными. Существуют, наверное, какие-то аналоговые схемы, которые позволяют смоделировать чуть более широкий класс, чем рациональное число. Но, наверное, существуют математические модели, которые позволяют смоделировать, скажем так, рациональное число с произвольной точностью. Или еще что-то в этом духе. Но то, о чем будем говорить мы, это такое вполне себе из прошлого тысячелетия представление о том, как компьютер должен хранить вещественные числа. Ну и вот. Понятное дело, что пытаться хранить вещественные числа в памяти компьютера как в каком-нибудь стоково-десятичном представлении, ну это, конечно, глупость. Тем более, если речь идет об архитектуре ВМ, где, ну, мы все экономим, да, байтики, тактики, вот это все. Понятное дело, что представление вещественного числа в памяти компьютера будет двоичным. Опять-таки, мы должны принять решение, мы собираемся представлять вещественное число в формате конструкции с так называемой фиксированной точкой. То есть, когда у нас есть просто достаточный набор цифр и некий способ указать, где в этом наборе цифр поставить точку. Формат с фиксированной точкой. Вот. Либо мы должны принять решение, что числа в памяти компьютера хранятся с плавающей точки, то есть в виде мантисы и порядка. Чем хорош формат с фиксированной точкой? Мы всегда знаем, сколько в нашем числе знаков всего, а если мы знаем порядок этого числа, то мы знаем еще и сколько это знаков после запятой. Вот. И это позволяет нам производить вычисления над числами с фиксированной точкой, с гарантированной точностью там, где вот это количество знаков не вышло за ту фиксированную запятую, то фиксированное представление, которое мы предоставили. Ну, скажем, не знаю так. 32 двоичных знака минус, значит, еще указание, где точка стоит. Это запятая. Вот. Но любая попытка ввести вычисления с числами, которые не впихиваются в эти фиксированное количество знаков, в случае представления с фиксированной точкой, приводит к либо совершенно адовым погрешностям, которые погрешности нельзя назвать, да, просто ошибкам, либо мы должны сразу договориться, что это ошибка, и таких вычислений вообще не вести. Практика показала, что несмотря на то, что так можно, в реал-лайфе такие вычисления нужны редко. Вот. А если и нужны, то скорее с произвольной точностью, то есть с ситуацией, когда у вас число безразмерное. Вот как в питончике у нас есть целые числа, есть fractions, есть decimals, когда у которых точность вы сдаете сами. Понятное дело, что такая динамичность по пожиранию памяти для архитектуры ЭВМ – это непростительная трата. И в конце концов фиксированную точку не так часто используют в жизни. Значит, мы должны остановиться на формате с плавающей точкой. Формат с плавающей точкой по стандарту ИЕ-754 выглядит поначалу довольно просто. У нас есть мантисса, вот она. Нет, это порядок. У нас есть порядок, это два в степени сколько-то. У нас есть мантисса, это, собственно, содержательная часть, которая домножается на порядок. И у нас есть знак, который располагается, капитан очевидно спешит на помощь, в знаковом бите. Но в отличие от целых чисел, поскольку никаких бонусов и никакого дополнительного представления мы от вещественных чисел не ждем в этом плане, В отличие от целых чисел, картинка такая. Знак 0, значит, все оставшееся число порядок плюс мантисса положительное. Знак 1, значит, все оставшееся число безо всяких изменений точно такое же, но отрицательное. В отличие от дополнительного кода, где мы там заменяем номер на единички, прибавляем единичку и всякая вот эта вот интересная штука, про которую мы не говорили, потому что у нас кусок большого пакета лекций, и он неначальный, этот кусок. Вот. Ну, а дальше начинаются, как это, нюансы, что называется. Во-первых, по формату Е754, мантисса, не мантисса, порядок, что я несу. Е это порядок. Почему я считаю мантисса, Е порядок. Фу, давайте еще раз. Порядок хранится со смещением. Поскольку экспоненциальное представление подразумевает произведение, получается, что у нас есть очень много способов хранить ноль в этом формате. Достаточно мантису сделать ровно нулевой. Вот. Да. И внезапно на этом основании начинаются всевозможные, всевозможные эти самые махинации по экономии битов, которые, собственно, и превращают стандарт Е754 в достаточно сложную и местами, даже я бы сказал, хрупкую конструкцию. Софа, софа, софа. Гуд, да, значит, у нас есть бит, у нас есть порядок, у нас есть мантисса. Порядок, мы вычитаем из него 127, вот, значит, домножаем на мантису в степени 2, но нет. В принципе, понятное дело, что сколько тут битов получается? 23 бита на двоичных биты на мантису, и это очень мало. Ну, рили. Какая там точность 23 знака двоичных после запятой или перед запятой? Вот. И из соображений, как бы нам сэкономить, ну, хотя бы еще один знак, разработчики стандарта Е754 придумали такой трюк. Есть два способа представления чисел в формате 754. Так называемый нормализованный, так называемый денормализованный. Нормализованный вид устроен таким образом, но это вид для чисел, у которых порядок не слишком запредельный, то есть он как бы меньше 127 или больше минус 127. Кажется так, дайте посмотрим. Да. Так вот, если порядок не слишком запредельный, нормализованный вид состоит в том, что в мантисе, а помните, как выглядит с точки зрения математической нормализованной представления экспоненциальной формы числа? У нее обязательно здесь должна быть цифра 1 до запятой, должна быть одна цифра, либо 0, и эта цифра не 0. То есть, если мы представляем число в десятичном виде, то нормализованная запись в десятичном виде будет выглядеть как, ну, скажем, вот этого числа 155.655 будет как 1.55625 на 10 в квадрате. Да, нормализованный вид для десятичной системы говорит о том, что у нас перед запятой должно стоять, должна стоять одна цифра, и эта цифра не 0. Вот. Так вот, нормализованный вид для двоичной системы тоже говорит о том, что в представлении мантисов, мантисы и порядок, да, коих может быть много, да, мы можем переставить запятую в какое произвольное место. Да, поскольку мы не фиксируем, где стоит запятая, мы говорим, что запятая стоит в самом начале, вообще до всего, то есть вот эти знаки мантисы, это знаки после запятой в двоичной форме, а до запятой в нормализованном представлении стоит любая двоичная цифра, кроме нуля. Ну, мы знаем, ровно одну любую двоичную цифру, кроме нуля, это единица. Да, вот. Ну и, соответственно, опаньки, мы сэкономили один бит для того, чтобы представить двоичное число в вещественном виде в нормализованном формате, у нас мы берем мантису, мы представляем ее в виде мантисы и порядка, причем мантис равна от 0,5 до единицы, не включая единицу, да, у нее старший бит всегда один, и этот старший бит мы вообще не записываем, зачем его хранить, если он один. Значит, такая же картина с денормализованным видом. Если число слишком маленькое, настолько маленькое, что у него, его вообще невозможно представить в нормализованном виде, потому что не хватает порядка, и мы можем этот порядок, ну, мы дальше его некуда уменьшать, да, 10 в минус какой-то. Так вот, если число слишком маленькое, то мы переезжаем внезапно в денормализованный вид, в котором до, вот, у него, соответственно, знак близкое нулю, ну, неважно, тут не написано в каких случаях, где этот раздел, он какой-то очень мутный, в странном месте находится, вот, с этим тоже есть проблемы. Ну, так вот, если число слишком маленькое, настолько маленькое, что нам не хватает порядка, чтобы его представить, мы его число поставили в денормализованном виде, в котором считается, что, вот, тут, кажется, все-таки, Мантиса еще меньше должна быть, не должна быть она от нуля до единицы. Вот, хотя, черт знает, не помню. Тут надо, надо прочитать, возможно, я тут вот соврал. Но неважно. Важно то, что в денормализованном порядке до точки стоит ноль. Ну, потому что мы сэкономили этот бит, мы считали, что, раз уж, раз уж порядок слишком маленький, давайте поставлять торгом виде. Короче, аппаратная реализация всего этого безобразия внезапно состоит в том, что в процессе вычислений железка, которая должна все это реализовывать, должна как-то вкуривать нормализованные сейчас представления, ненормализованные, и время от времени преобразовывать оттуда туда и оттуда сюда. Что при этом творится с точностью этого представления, я вам даже описать не могу. Это черт, чертова свистопляска. Вот. А если при этом... Эта точность, разумеется, относится к двоичному представлению числа. Да? К двоичному представлению Мантис. А если вы еще при этом оперируете не двоичными вещественными числам, не в двоичном представлении, а в десятичном, то там вообще происходит все, что угодно. Мы с вами видели на примере питона. Помните, я 1.1 складывал с 2.2 в прошлом семестре, получал, в общем, странное число. Вот это вот все из-за этого. То есть, сам формат довольно хрупкий. Попытка внести в него дополнительные мощности в виде нормализованного, денормализованного представления вызывает довольно неприятные граничные эффекты. Есть хорошая статья, вот она, хорошая статья на эту тему, где все это довольно хорошо, довольно аккуратно описывается, все и пограничные эффекты в том числе. Так, что-то я тут не могу... Секунду. Вот. Сейчас покажу. Вот она. Это вот одна. Это вот вторая. Вот хорошая статья, значит, написанная инженером, что важно, да, то есть тем же человеком, ну, как бы человеком такой же примерно профессии, как те люди, которые все это проектировали, да, потому что статья написана математиком, сейчас я ее вам покажу, она немножко более заположная. Вот. К сожалению, сайт автора умер, я эту статью скопировал, но, как видите, да, человек, так сказать, с более академическим образованием уже ссылается на сатану, считается, что, считает, что число зверя должно быть записано в формате E754, ну, и так дальше. В общем, на полном серьезе, то есть, ну, в смысле, не на полном серьезе, а он не поехавший, нет, он просто таким способом пытается донести до нас, как это все неудобно с точки зрения математики. Вот. Значит, так вот, как прибили, так и держатся. Тем не менее, с этим нам придется работать. Вот. Сразу скажу, что... Тут где-то будет ссылка впереди, но мне есть желание сослаться прямо сейчас на это. Сразу скажу, что... Надо как-то придумать, чтобы РАРС открывался, а я свои рожи его не загораживал. Вот. Ну, придумаем как-нибудь. Сразу скажу, что в РАРСе есть специальный инструмент для разглядывания вещественного представления чисел. Вот. И мы сейчас ему просто потыкаем и увидим все это воочию. Да? К нам уже не привыкать, что в шестеричном формате мы уже не узнаем то число, которое мы записываем. Как минимум, с инструкциями РИСК-Файв это именно так. Да? Там очень сложно их распарсить ручками. Кстати, хочу такой инструмент для инструкции РИСК-Файв, чтобы они парсили по полям. Ну да ладно. Да? Значит... Ну, давайте здесь напишем какое-нибудь число. Типа, раз, два, три, точка, четыре, пять, шесть. Бабац. Раз, два, три, это плохая штука. Хотя нет, почему? Короче. Значит, экспонента, в смысле порядок с... Степень двойки, логарифм от этого числа 133. 130 минус 127, это у нас будет какое-то там число. Короче говоря, вот порядок. Со смещением. Нет, не 133. Шесть, шестая тут степень, да, шестая степень, 127 плюс 6, 133. Вот это 133. Два, что-то на 2 в шестой. Дальше. Мантисса. Мантисса представлена в виде вот такого двоичного числа. Вот эту единичку мы не пишем, потому что нормализованное представление. Ну и получаем, значит, положительное число. Вот это наш порядок плюс 127, а это наша Мантисса минус 1. Точнее, это ее знаки после запятой. Вот 11 011 11 011. В таком это виде все запихивается в наш несчастный 32 бит. Давайте теперь попробуем какое-нибудь число в денормализованном представлении себе задумать. Ну что-нибудь типа 0.0000... Двадцать двенадцать. Нет. Там 26, а надо, чтобы было, допустим, минус 20, минус 31. Только минус 31, я хочу сказать. нет 33 нет и нормализованное представление вернись нет да ёлки твои палки о денормализованное представление пожалуйста значит мы храним очень маленькое число и за счет того что мы как бы лучше сильно приблизились к нулю дать попробуем нет видите уже не влезает этот а этот еще влезает вот где нормализованное представление у нас в начале 0 этот 0 мы не пишем вот эти знаки за после запятой ну хоть сколько вы не хоть еще один битик надо туда засунуть вот так выглядит денормализованное число вот значит надо еще сказать что в стандарте есть еще несколько битовых комбинаций поскольку представление числа в виде мантисы порядка избыточно мы с вами видели сколько нулей можно представить некоторые из этих представлений используются для специальных нужд например для ситуации когда вы хотите вашему вычислительному процессу от сигналить что то что у вас получилось это какая-то фигня и не надо вообще пытаться его интерпретировать как число в этом случае вы записываете специальную последовательность битов в ячейку знаковый битной дальше мантиса порядок состоит исключительно из единиц вот дальше специальный сигнальный бит ну и он называется quite quite бит то есть бит наоборот не знаю как сказать в общем он заположный такой если он единица вот и дальше что хотите вот такого формата число называется not a number нам и она бывает минимум двух видов а парашек на стандарту даже четырех во первых это бы бывает quite на то есть такое число не число если она у вас получается в результате вычислений ну не знаю там деление надо очень быть такое не отделена 0 по моему сигнал на есть у вас получается взлетать вычислений то программа продолжает работу просто у него в некоторых вместо чисел в некоторых случаях лежит этот самый на и в зависимости от того какие операции вы производите над этими числами у вас результатом будет опять-таки на но если вы допустим складываете число с на нам или какой-нибудь другой результат есть просравниваете он нам ничему не равен да вот соответственно если вы сравните с числом на равенство получается false есть короче говоря это называется нам нам пропагейшем распространение на на внутри вычислений до идея состоит в том что вы вычисляете у вас в конце концов получается какая-то фигня ноты номер а вы продолжаете вычислять просто арифметические действия производить над этими ноты номерами получая все больше и больше ноты номеров в результате с другой стороны сигнальный так называемый на это у которого вот этот бит равен единице в представлении то есть двухразрядный сигнальный нам приводит к тому на ваших архитектурах что возникает кое-нибудь исключение если там есть такое понятие или ваш компилятор это проверяет и самым чего-то делает программ на короче говоря сигнальный нам для тех архитектур которые используют стандарты и 754 предназначен для того чтобы немедленно ваше вычисление прекратить вот и начать значит обрабатывать получившую ситуацию кроме того есть в раз поддерживается стандарт инфинити и негатив инфинити плюс-минус бесконечность это конкретная константа вот все единицы а дальше все нули это минус бесконечность 0 единицы в этом самом в порядке а дальше все нули это плюс бесконечности вот такие пироги вот александр как раз придирается к вот этому тексту из правильно делает это неправильно здесь написано это какая-то копипаста здесь написано что мантис обязана быть диапазоне от 05 до единицы на самом деле нет да она должна быть не больше чем 05 если не ошибаюсь вот так что давайте я прям исправлю чтобы не позориться до и так тоже не правда в действительности еще меньше но там есть много всяких нюансов там есть много всяких нюансов поэтому поэтому оставим пока так это замечание вот да так значит вот продолжаем и мы душем нам пора переходить к риску к риск файлу на сигнальный нам и это самое инфинити возвращаемся к собственно архитектуре что на этот счет можно придумать в архитектуре вы на самом деле очень много всего во первых мы можем задизайнить аппаратные строково десятичные представления чисел с фиксированной точкой зачем не знаю я кажется такие бывают вот во вторых мы можем вообще отказаться от сопроцессора и пользоваться числовыми методами моделирования каких мы уже сами хотим вещественных чисел хотим виде матис и порядка хотим виде произвольной точности с фиксированной точкой короче говоря но делать это программно а на аппаратном уровне вообще отказаться от расширения f которые есть допустим риск файле вот на эту тему и тормоз в третьих мы можем придумать какую-нибудь собственную аппаратную реализацию вещественных чисел прямо на целочисленных регистрах вот каком с каким-то упрощенным представлением с чем-то таким кстати такая тоже есть вот боюсь соврать но где-то я встречал ссылку на вот этот самый на на расширение дешевые и так как и кондерсе реализация вещественных чисел прямо на целочисленных регистр ой тут тут доллар написан доллара у нас нету в нашей нотификации нету доллара вот значит поэтому в большинстве случаев все-таки вся все 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 настройки над процессорами или вживленные в мозг на расширение сводится к тому что мы придумываем свою собственную систему команд для работы с каким-то конкретным представлением вещественного числа в данном случае мы используем и как как подавляющее большинство современной математики современной инженерной математики к сожалению и вот этот самый формат вот надо понимать что особенно в случае риска процессор архитуре риск любого риск файл там микс арм неважно какого что вот эти команды особенно арифметические работы с вещественными числами они долгие там в общем надо что-то такое делать что работает гораздо медленнее чем даже слабо битого и сложение вот это наш у которого есть стена памяти не говоря уже о всяких операциях типа значит у которых нету переноса до типа по битовых операций там или и сор вот это все они работают долго возможно мы хотим вообще свой собственный процессор забахать у которого будет внутри все адски оптимизировано и на этом основании вот этот процессор который выполнять афтические операции будет работать со скоростью основного процессора афтические операции над этим самым надо вещественные числа вот ну и фактически мы разделяем процессор на обычный и со процессор который работает с веществами числами так практически везде вот в риск файле это прям актуально видно там есть даже никто несколько особенностей какие инструкции делает процессор какие-то процессор мы сейчас все увидим помимо расширение f которая трактует нам о асингл пресежим в один поинт в текущем стандарте риск five есть еще расширение до д дабл пресежим q четверная точность 128 разрядные вещественные числа и половинная точность то есть он для всяких упакованных штук когда нам вообще говоря никакая точность не нужна но вычисление на уровне 1 2 1 3 1 четверть но что-нибудь такое нужны да можно попытаться реализовать вот для упакованных архитектур для безе для всего остального можно пытаться реализовать половинную точность вот в нашем эмуляторе раз есть floating point и смысле в в расширении и д дабл в отличие от миксов где очень любили использовать для двойной но у нас есть значит допустим 32 регистра и случае если они одинарной точности то их 32 а если двойной то их просто объединяют попарных получается 16 причем только счетными номерами вот вот в отличие все это безобразие расширение fd и q говорят так вот сколько вы в вашем сопроцессоре на регистр положите столько там и будет до флотинг обычный сингл отлично 32 бита дабл 64 бита как вы вашу железяку реализуете как ваш экстеншен вы прикрутите к нашему риск файл так и будет работать вот и эта вещь требует некоторых огородов связанных вот с чем предположим вы реализовали расширение d полностью да они так как-то сделано варсе формально полностью реализовать вот у вас есть регистр на которой вы положили число вот вы самый вы не хотите вас есть реализованные расширение д ваши регистры 64 разрядные но вы хотите работать с операциями типа f расширение f никто не отменял и вот вы кладете на двойной регистр на 60 всех разрядное число типа f 32 разряда заполняются вот этим вашим числом что делать еще двумя еще одним еще половинкой вашего числа еще 32 разрядами что туда класть 0 если туда положить 0 и потом попробовать прочесть из этого числа из этого регистра в число типа double получится ну адский ад если туда положить ну что туда положить что держать в старшей половине вещественного представления двойной точности если вы в данный момент работаете с данным регистром как с регистром одинарной точности правильный ответ там надо держать нам вот если вы будете в старшей половине держать на то всем будет хорошо потому что при попытке прочесть в увидеть этот на ну отлично но правда это будет нам формате 64 разрядным да то есть там будет порядок побольше но эффект тот же да нам хватит 32 убит чтобы застендали туда порядок он кажется сейчас боюсь соврать но кажется кажется там 16 бит в порядка вот 16 бит в порядка вы увидите что там единицы и всякий раз когда вы аппаратно работаете с регистром 32 разрядным а в смысле с назначением 32 разрядным вызываете команду типа f а в действительности регистры у вас 64 разрядный вы поддерживаете команды типа d да по хорошему в старшие в старшую половину должен приезжать этот самый на аппаратно просто проводочками туда прописывать вот это про нан боксинг есть такое значит термин там можно про него почитать спецификации там в общем все аккуратно написано много интересного вот разумеется раз уж мы начали с раз уж мы начали с регистров что их 32 штуки значит это совсем другие регистры регистры со процессора как видите они бывают 64 даже 128 разрядные вот но на них к не разумеется существует соглашение о том как устроен вызов под программ вот соответственно они делятся как так же как в случае регистров общего назначения на временной сохраняемые и параметрические вот я не нашел если какое-то уточнение что для возвращаемого значения на этом самом среди параметрических используют только два видимо все все 8 можно использовать вот вот примерно так они распределены временные не должны переживать вызов под программой сохраняемые должны переживать вызов под программу то есть вы вызвали под программу и все регистры начинают с 0 fs1 fs2 fs11 12 штук 12 штук да вот должны оказаться сохраненными но вот такое дело такое соглашение давайте теперь да значит еще немножко бла-бла и начнем тыкать в рарс тут к сожалению примеров придется мне приводить прямо на лекции но вот прямо на лекции буду их приводить не вижу в этом проблем давайте сразу посмотрим какие бывают типы инструкций при работе с процессором выясняется что нам даже придумать надо одну новую правда это одна новая для одной очень развесистой команды в принципе все инструкции типа и переживет 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 спасибо александр если хотите вам вообще могу дать тот самый доступ на на запись на веке можете сами править такие вещи переживет все эти команды либо типа с либо типа и либо типа р регистровые такие же точно и даже номера регистров там такие же точно у нас их там 32 и 732 и только от того как устроен обход при декодировании обхода мы принимаем решение а какие собственные регистры имелись в виду да то есть вот конкретные команды для работы с процессором в них четко написано в поле в поле r оперант один оперант 2 и источник один источник 2 приемник да какой регистр имеется в виду когда вы пишете эту команду да например если команда арифметически то и источник и опера и оба операнты и приемник это разумеется это разумеется регистры вещественные а вот если это команда конвертации например то там может быть и так и ся вот помимо значит команд типа с и и и то есть регистровые регистровый 7 лет где вы какие-то имеют значение записывать разумеется не вещественными значения откуда там еще есть еще команда типы r4 новый тип в которой мы указываем h4 регистра h4 регистра над которыми совершается некое волшебное действие что тут нету ссылки это зря потому что здесь не написано что делает команда умны сложение надо сделать ссылку сейчас мы ее найдем вот команду умны сложения они имеют такой синтаксис фын и мы дальше суп или add-up вот команду умны сложение это команда умножение сложения одновременно ну а также умножение вычитания минус умножение сложение минус умножения вычитаем вот почему они вообще введены до командам на сложение потому что есть эффективные алгоритмы которые умеют все это делать за один раз это раз и во вторых потому что при планировании вычислений арифметических вот это умно сложение встречается ну блин многочлены то через два раза на 3 вот соответственно поскольку потому что могу потому что очень часто бывает что именно так и надо выполнять ваши вычисления и потому что есть эффективный алгоритм это подавали прямо в стандарт это самое умное сложение вот кроме этого есть команды сложения вычитания умножения деления к вычисления квадратного корня благо существует быстрый алгоритм и выбор минимум и максимум такие вот немудрящие немудрящие требования не мудрящие предложения которые нам делают риск файв по части арифметических операций ну умное сложение это конечно прикольная штука надо будет ссылку сделать значит на не сейчас это что касаемо арифметических операций а да значит я забыл сказать давайте мы кстати напишем примерчик потому что иначе мы это самое задолбаемся напишем пример а мы еще не можем взять пример мы еще не можем написать пример чик сейчас мы его напишем так напишем примерчик заодно изучим еще команды работать с памятью да значит дата а точка флот я думаю флот флот я сказал раз два три . 456 бы точка флот я сказал флот от ну скажем 7 я сказал 7 . 89 и 10 вот это значит а 7 целых восемьдесят девять умножить на 10 в десятый да давайте поменьше сделаем е6 и опять вот теперь текст значит а вот тут вот интересно ну окей мы умеем хранить мы умеем хранить значит наши данные в памяти нам теперь нужно загрузить данные из памяти в floating point регистр чтобы можно было их там сложить до чуть-чуть с этим часть этим делать то давайте попробуем тащит флот 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 ворд до из в регистр ну допустим f0 из метки а может такое быть ну-ка давайте попробуем что-то я начал сомневаться ну попробуем да да нельзя такое значит смотрите мы как-то вот не можем за одну команду взять и положить прямо из памяти прямо на регистров 0 какие-то какое-то значение почему потому что floating point процессор не умеет работать с памятью он ну как бы не он не для этого сделан умеет работать со своим флот 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 а нет конечно а ну то есть я давайте попробуем но нет там внутри регистров там если косвенная адресация александр то там внутри должен быть номер регистр сейчас мы все увидим погодите а соответственно цепь у не умеет работать с регистрами floating point поэтому мы должны использовать составную команду сейчас мы увидим как она устроена который использует для хранения промежуточного результата регистр вот вот так она думаю будет будет работать вот смотрите что происходит в регистре ты 0 формируется формируется адрес а потом мы просто загружаем по адресу по этому адресу значение значение x5 вот узнаете до команда а у и pc вот такая же примерно картина может быть если мы сделаем так м а ты 0 а а дальше флв f1 ты 0 все то же самое будет ну тут там пришлось смещение добавлять здесь она видите автоматически понял что смещение не нужно кстати это можно вот если ставить но то все но я сказал то все будет одинаково да да вот видите да значит поскольку поскольку у нас вся адресация относительная для формально формирование абсолютного адреса все равно используются относительные смещения то так совпало что здесь начиналось с начала поле секции текста а начиналось сначала а даже не так дайте бы сделать сделаем и все будет сразу понятно да так совпало а если у нас смещение не кратные то вот а если у нас смещение не кратный то придется делать коррекцию нет да что ты будешь делать вот здесь она ну-ка да да значит нет да шиш такое я хочу чтобы чтобы тут было смещение не кратное она не хочет ладно ставлю здесь ног и буду но но и буду и буду спокоен да за счет вот значит в действительности мы не можем напрямую это сделать нам приходится использовать промежуточный регистр как правильно заметил александр но чуть-чуть как сказать не дожал всегда используются косвенные адресации в данном случае это обычный наш этот самый мы вы который мы с вами используем с регистром смещением и смысле с регистром получателем он floating point смещением и регистром в которой хранится адрес то бишь косвенная адресация вот ну и в принципе в принципе все нормально обратите внимание на то что в этот момент в регистре x5 он же ты 0 хранится какая-то ерунда здесь то у нас хранится раз два три 4 5 6 вот а давайте мы сейчас попробуем эту программу выполнить вот и в регистре ты 0 собственно а в регистре тэнер хранится хранится сейчас секунду до в регистре тэнер хранится адрес в результате да мы воспользовались регистром ты 0 для хранения адреса вот почему у нас такая конструкция не используется в обычном мвы потому что риск файл за дизайнен так что если мы кладем из памяти в регистр тубы этот же регистр используем для хранения к сожалению мы не можем использовать футерпоинт регистр для хранения адрес вот и поэтому собственно вот она эта конструкция вот эта конструкция аналогично вот это такая псевдо инструкция дайте еще раз на посмотрим да значит вот мы вот мы загружаем адрес в тайной со смещением вот мы формируем точный адрес добавляя смещение и таком виде знали загружаем здесь вот мы загружаем адрес ты 0 здесь мы формируем точно смещить теперь у нас в ты 0 точное смещение лежит да и загружаем как видите псевдо инструкция в флв короче чем все инструкции а плюсов льва с точным значением потому что здесь вот операция одновременно формирование смещения и загрузка а здесь мы отдельно его сформировали а потом отдельно загрузить вот в этом разница но 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 смысл примерно одинаковый да если у нас если у нас необходимо что-то положить из памяти в регистр floating point да то адрес который мы при этом используем должен лежать на каком-то регистре вот это и есть какой-то мы что кстати сказать можем сделать не так мы можем например теперь взять и положить из f мы мы вы и положить из регистра floating point прямо в регистр памяти что-нибудь типа mv single в память в регистр типа x из этого самого f1 f1 ну скажем регистр тайги что мы сейчас сделали мы вызвали командочку переложить из регистра из регистра сапроцессора в регистр обычный x регистр вот непосредственно те битьки которые там лежали то есть вот эту чушь мы перекладываем в целочисленный регистр ну потому что нам так хочется понятное дело что она не превратится от этого не в число раз два три не в число раз два три 4 5 6 а превратится в какую-то ерунду которую мы сейчас и пронаблюдаем вот обратите внимание на синтаксис таких рот такого рода команд нам нужно указывать суффикс если мы работаем с вещественными числами нам нужно указывать суффикс какого рода эти числа сингл или дабу данном случае число число вида сингл мы закладываем в регистр типа x вот давайте посмотрим как это выглядит давайте мы может быть даже ну пройдемся вот вот у нас в результате в регистре т1 что-то на какое-то странное давайте посмотрим ты один раз два три 4 5 6 все нормально интересно нельзя тут поставить чтобы он показывал о что-то какой-то глупости написал смотрите здесь то число а здесь она не не это самый не за на боксе на и получается ерунда какая-то что-то мне не нравится вот это ну ладно вот здесь то она за на боксе на и все хорошо а здесь видите 0 вместо на боксинг и и чушь какая-то ладно с этим я разберусь но в любом случае нам показала этот самый нам показал флотим point representation что все в порядке вот но если мы сейчас вот этот один полу f1 положим регистр т1 давайте попробуем это сделать жму черт еще разок тун 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 вот не в ту сторону да что ты будешь делать xs все время путаю что куда мы сейчас регистр т1 положим содержимое f1 нас приемник слева я я туплю простите вот вот мы сформировали значит это число число а и теперь все хорошо вот мы сформировали число 8 point это самое ну вот это вот и давайте теперь положим вот это все в регистр т1 и мы увидим что в регистраторе 1 лежит вот это страшное число 0x 4 2 f 6 е 9 7 9 мы то знаем что в вещественном представлении она представляет собой число раз два три точка 4 5 6 но здесь мы у положили без конверсии прямо в регистр обращаю ваше внимание что это хорошее годное вещественное число в памяти она у нас лежит точно такое же вот она видите да вот этот вот флот в памяти выглядит ровно так но без 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 конверсии без преобразования без преобразования ну конечно выглядит ну странновато с другой стороны ну и пускай если наша задача похоронить это число а потом положить обратно обратно и приемник у нас типа сингл значит источник у нас типа x в регистр f2 кладем т1 вот то все будет хорошо и в регистре в то опять получится число которое интерпретируется как раз два три четыре пять шесть вот вот она я кстати знаю что случилось вот это вот эта фигня делает делает разным боксинг если мы там что-то путаем вот ну хорошо все по моему достаточно очевидно туда-сюда мув вот еще раз вот эта инструкция загрузки из памяти для того чтобы загрузить из памяти требуется дать это уберем для того чтобы загрузить из памяти требуется указать о какой регистр будет хранить адрес до в случае аналогичных инструкций с обычным процессором мы этого не обязаны делать потому что адрес хранится в том сам регистре вот а это инструкция загрузки и выгрузки в регистр теперь вопрос а если мы хотим в положить а число 1 2 3 округлить его ну для этого существуют специальные команды округления давайте посмотрим на них вот так время есть время уже почти нету полчаса осталось я просто хотел этот самый ум на сложение устроить ум на сложение так сейчас дайте подумаем и вы сказал преобразовывать cvt вот ум на сложение ну сами развлечетесь ум на сложение если мы хотим положить в регистр т1 или там т2 не вот эти битики из floating point а а преобразовать его в целое число извините но этого это арифметическая операция и довольно непростая зависит от допустим стратегии округления поэтому мы должны сказать арифметическому сопроцессору дорогой округли fcvt из чего во что из вас сначала во что в целое число word из дабла из сингла вот допустим нашего регистры в 2 допустим в наш регистр т2 пробуем конечно приемник источник все время забываю извините жух тын 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 давайте пока не будем смотреть тын что там 0 приехал почему там 0 потому что в т2 лежал 0 а почему в т2 лежал 0 не понимаю еще разочек а почему в т1 0 ничего не понимаю дайте еще раз так положили в f1 т1 вот тут уже не получилось что дело не так народ почему не авто один бит не приехали раньше они там были я к удалю что-то а f0 да я только f02 вот теперь все будет я удалил дополнение т1 собственно так вот положили в т1 вот это вот временное хранилище положили туда в эти вот битики которые соответствуют раз два три четыре пять шесть вот вот засадали их обратно в т2 и вот сейчас мы конвертируем к число хранящийся в т2 в целое число в жух и получаем получаем 1 2 3 сократил округление произошло вот обратите внимание на вот это слово дынь 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 вот этот дынь мы про него будем говорить но чуть позже а вот эта инструкция типа я так понимаю нам сколько регистров два регистра скорее всего типа и или типа с да потому что типа и она вот потому что да и вот этот дынь это какой-то имеет значение которое что-то там такое значит а что оно значит мы расскажу чуть позже так не будем заниматься наверное хотя давайте займемся давайте умно сложение произведем интересно же да интересно умно сложить умно сложение там три вещественных числа должно быть три вещественных числа но давайте сделаем только тут уберем значит да еще цель давайте еще цель 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 флот 0012 да флм 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 ф3 бета 0 и флм непонятно да как бы ф4 цвет и 0 не очень не очень очевидно что вот этот 0 означает да это временное хранилище битиков для регистра f потому что мы потому что арифмически с процессов память ходит не умеет вот ну и тебе давайте мы тут после наших упражнений сохраним дам значит f без минуса то есть без буквы n а он настоящего на сложение мы дадут маду . сингл четыре регистра видите да значит у нас есть f5 f0 f3 f4 что на что умножается f0 нет давайте не в 0 на f3 а f4 и прибавить f0 вот вы дать выведем что ли ну так ли с 0 с 0 а 0 а 7 вывод вещественного числа вывод вещественного числа print флот это просто 2 fm кстати давайте почитаем я закрыл help а зря я закрыл help там было указано через что мы через что мы передаем туда нашу флот через f0 очень хорошо мы бы ухты и тут мы не правы давайте мы все переделаем смотрите мы пользовались абсолютным наименованием для регистра может быть кто-то из них и есть этот фаной у давайте переделаем темп или темп или здесь темп или здесь темп или здесь темп или здесь тут 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 не факт что их там 5 временных регистров то у нас сколько временных регистров у нас может быть и меньше давайте посмотрим тут должен быть f7 хватит на временных регистров вот т 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 вынеси на т т во т а вот теперь уже да значит ли осиел осием 2 системный вызов вызова вещественного числа И fmv.s, естественно, не забываем указывать, с какими, с double или с single мы работаем, с какой точностью. Результат у нас ft5, f0 из ft5, e-call, e-call, смотрим, 9591.456, похоже ли это на результат нашей программы? Мы умножили вот это на вот это, поскольку здесь пятая степень, а здесь 12, короче, в действительном представлении там в конце на ули, так что точка 456 явно получилась. Короче, похоже, что так, одной командой мы совершили умносложение. Вот тут Александр интересуется, а может быть вообще даже адресные операции будут работать быстрее при помощи умносложения. Может быть, с учетом того, что вам придется эти индексы конвертировать с помощью cvt, но идея состоит в том, что если вы используете процессор достаточно современный с hardware-трядами, который hard, то таким образом вы разбросаете арифметические операции на процессор и сопроцессор, если в это время вы не нагружаете сопроцессор арифметической математикой, то вот тут почти наверняка то, что вы говорите, будет быстрее, если у вас параллельно с помощью hard, с помощью разброса по hardware-трядам, если у вас параллельно будут арифметические процессоры, алу, арифметическо-логическое устройство, вычислять какие-то там адреса, а ФПУ фигачить вот эти смещения с помощью умносложений. Действительно. Вот, я не удержался и пощупал умносложение. Мы с вами, кстати, тут заодно вызвали функцию, вызвали системный вызов печати на экран числа, смотрите, как красиво, просто, и все. Заодно воспользовались конвенциями относительно того, что не надо пользоваться прямым наименованием регистр, так же, как мы не пишем x1, x2, x0 и так дальше, а надо пользоваться ими по назначению, вот как тут. Довольно забавная вещь, боюсь, что долго на нее у меня времени не хватит. Посмотрите, во что у нас внезапно превратилась инструкция fmv. Здесь мы понимаем, что написано. Здесь написано взять из ft5, положить в fa0. Но это псевдоинструкция. Что написано здесь? Это даже вслух прочесть невозможно. Взганджа. Взганджа.с. Брррр. Что это такое? Дело в том, что создатели рискфайва заморочились знаками чисел. Выяснилось, что в традиционных архитектурах, ну в МИПС в частности, которые они делают, если речь идет о знаках, начинается какая-то адовешая свистопляска. То есть невозможно взять и просто так за цверкороткую команду проверить знак числа. Именно поэтому в рискфайве так много говорится о sign expansion. Помните, мы с вами говорили, что если числа такой-то точный, ну там скажем, half word, то при попытке его превратить в word, там все заполняется знаками. Знаками, ноликами, единичками. Вот. И такая же фигня с вещественным представлением. В частности, в системе команд вещественного сопроцессора рискфайва есть инструкция, которая называется sign injection. Мы берем два регистра. У одного мы берем в антису и порядок, а у другого знак. А потом конструируем, значит, регистр, в котором знак оттуда, а в антису и порядок оттуда. И это single instruction, то есть единственная инструкция. Она очень просто реализуется в камне и в проводах. Она занимает один такт, ну правда, этот самый сопроцессора. Вот. И она помогает бороться и работать со знаками просто вот на раз. А еще с помощью нее можно реализовать инструкцию move, потому что мы берем знак и знак, и мантису с порядком из регистра F5 и кладем их на основании, конструируем, содержимый регистр F10. Вот вам и мы вы, самый обычный. Так что не пугайтесь, видя, что один регистр превратился в другой. Обратите внимание, дорогой великий приколель, обратите внимание на количество ноликов в шестеричном представлении. Да, в RARSE поддерживается и расширение F, и расширение D. Мы на этой лекции не писали ни одного, ни одной. Ну давайте, давайте напишем, чтобы удовлетворить вас. Double. Заодно посмотрим, что там с псевдоинструкциями. Это интересно. Да. Попробуем сказать. F-Lot Double. From memory. В регистр все тот же, F-T0. Обратите внимание, что мы пользуемся теперь их 64-х разрядностью этих регистров. Из пометки D при использовании регистров T0. Ну давайте FADD.D. F-T1, F-T0, F-T0. Удвоим его. T0, F-T0. Вот. F-T1, F-T0, 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 F-T0. Этот самый двойной, число двойной точности в регистров T0, 64-х разрядный. Сложим его самим с собой. И выведем этот самый F-T1. Выведем его с помощью SISCOLO Print Double. Давайте сразу посмотрим, как выглядит FLD. Очень просто. В регистре T0 у нас формируется адрес, а потом вызывается настоящая уже не псевдная инструкция FLD со словами «Ну, пожалуйста, загрузи мне 4 байта и сколько там?» Ну, короче, 64 бита в регистр F0 из этого самого по адресу F5. Дальше мы это дело умножаем. Вот. Обратите внимание на дынь. Это стратегия округления. По умолчанию она по дефолту. Нет-нет, Андрей, SINE EXECTION никакой не хитрый сдвиг. SINE EXECTION это просто этот самый, самый обычный конструированный из двух кусочков. А вот SINE EXPANTION – да. Вот. Ну, EQUAL, давайте проверим. Ну, вот оно. Там надо было ENTER перейти. 2, 4, 126 степени – это вот это. Вот это наш вывод. Вот. Ничего такого. Вот это число, видите, такое здоровенное. Вот оно. Обратите внимание, это вот как раз Великий Перекалюль спрашивал. Вот так вот выглядит ситуация, когда она у нас хорошо занадбоксенное число представлена в виде одной точности единичной. И там, в этом месте лежит этот самый, в настоящем RISC-5 должен лежать NONE. Вот. Как это устроено в ARS-е, не знаю, боюсь, что нет. А вот здесь вот лежит, что значит двойной точно. Значит, смотрите. Инструкция сравнения существует отдельно от инструкции перехода. В случае работы с флотинг-поинт у вас нету атомарной инструкции, сравните перейти. Зато они очень удобные. Вы сравниваете два регистра и результат кладете в регистр общего назначения. Вот. Ну, буквально. Сейчас, что-нибудь такое. Дата. А точка ворд Ворд Не ворд, естественно. Флот 1.23 Б Точка ворд 1.234 Текст Положить результат Ну, все, в тот же Т0 Сравнение Сравнение F1, F2 Вот такая простая программа. Сейчас мы ее Что это было? Такая простая программа. Сейчас мы ее Сохраним. Назовем ее Ее F ЛТ Вот. Давайте проверять. Положили Одно число Положили другое число Сравнили И у нас в Т0 приехал результат. Нолик или единичка. В данном случае F1 Меньше чем L2 F2 То есть 1.23 Меньше чем 1.234 Сравниваем отрицательные числа И получим там 0 В результате Сравнили Получили 0 Потому что Одно из них больше Вот Но дальше больше Если вы хотите Проанализировать свойства числа Есть еще инструкция Классификации Вот она Которая Вы говорите Расскажи мне про число Она начинает говорить Это бесконечность Это Отрицательные нормализованные Отрицательные Денормализованные Минус 0 Плюс 0 Кстати такие числа В вещественных числах Отличаются друг от друга Положительные нормализованные Положительные нормализованные Плюс бесконечность Аварийный нам И тихий нам Вот так вот можно Классифицировать то число Которое у вас Используется В принципе То что я сейчас скажу У нас осталось 5 минут То что я сейчас скажу Для сегодняшней темы Не нужно Да То есть По идее Может быть Я Совершенно Оправданно Получилось так Что у нас На целую здоровенную тему 5 минут Поэтому я скажу Только начало Здесь в тексте По возможности Добавлю Вот Пользоваться этим Пререшением Домашнее задание Придется Извинить Придется Ну значит Будем пользоваться Дело вот в чем Как мы уже видели Поскольку Операция сравнения У нас В Сопроцессоре Отдельная И она формирует Это операция сравнения Или операция классификации Формирует Некое значение В регистре Которые мы Общего назначения Которые мы укажем То В условных операциях Любой Условный переход Не атомарен Мы должны Сначала сравнить А потом Проверить Содержимое Нашего регистра В случае В случае инструкции Сравнения Мы должны проверить Содержимое Нашего регистра На предмет Нолик там Или единичка То есть БЛНЗ Да Псевдоинструкция Бранч Вот это сравнение Было успешным Или нет А значит В случае Классификации Мы еще должны Там вот Поглядеть в табличку Классификации И понять Какая классификация Нас интересует Вот То есть Операция Сравнить и перейти Теперь В случае Работы с Вещественными числами Не атомарны И мы можем Себе позволить Того Чего мы себе Не позволяли Или скажем так Не удосужились Позволить Когда Говорили Про арифметику Целочисленные И адресные Теперь Мы можем Ввести Понятие Флаг И Заставить Наш Сопроцессор Не только Вычисляйте Наши команды Но и Отслеживать Так скажем Состояние В котором Он В данном Момент Находится Не было Веделения На 0 Не Получилось Ли Какое Переполнение То есть Мы использовали Сингл Число И у нас Мантисса Все больше Не мантисса Или Не дополнение Когда мы Получили 0 Но получили 0 Просто путем Деления Сверхмалого числа На большое И Как бы У нас В результате Чистые все Нули Битики Но это Ненастоящие Нули Это Underflow Вот И Тут Кто-то В самом Начале Спрашивал Про Точность Видимо Андрей Да Отдельно Ситуация Когда мы Вычисляли Некоторые Кстати Эта ситуация В подавляющем Большинстве Случаев Будет Конечно Проявляться Когда мы Вычисляли Некоторые Выражения Извечественных Чисел И у нас Точно Потерялась Точность Да У нас Получились Какие-то Значения С какими-то Битами Которые Некуда Было Записать Разумеется И в Подставлении С Единичной Точности В представлении Д Двойной И даже В представлении Ку Квадрат Четверной Точности Точность Будет Пропадать При каждом При каждой Операции Вот Но Мы Можем Попросить Наш Сопроцессор Нам Явно Об этом Говорить Скажем Если Мы Умножаем Число 0.5 На 0.5 Половинку На половинку Точность С учетом Того Что Монтиз То у нас Двоичная И 0.5 Это просто Единичка В двоичной Монтизе Да Которая Не хранится Точность Не меняется А вот Если Мы Скажем Делим Это Самое 0.5 На 3 Вот Тут Точность Должна Исчезнуть Потому Что Мы Отбрасываем Периодическую Дашу Двоичную Брат Вот Соответственно Нам Хочется И мы Вправе Предусмотреть Так называемый Регистр Флагов В Который Будет Записано Это Самое Значение Это Регистр Флагов К нему Есть Специальная Псевдо Инструкция Она Называется Она Называется Сейчас Скажу Сейчас Мы Сделаем FADD FADD Точка S F3 F2 F1 Она Называется F R FLAGS Вот Она FLAGS И Что Там И В Регистр Т1 Приезжают Наши Флаги Хорошо Давайте Сначала Так Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Чего В FR Флаге В Т0 Получится Прибавили Прошли В Т0 Все Чисто Ничего Не Произошло Теперь Давайте Попробуем Вместо AD Написать DIV Поделим Кстати Я не уверен Что Rush Это Умеет Но Если Не Умеет Значит Выражусь В таком Духе Что Rush Не Умеет А На самом Деле Тунг 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 Поделили О Мы Поделили Вот эти Два Числа Друг На Друга Минус Раз Два Три На Минус Раз Два Три Четыре Получили Какой-то Результат Кстати Интересно Какой Ну Какой-то Давайте Посмотрим Чему Он Равен Ну Почти Единицу Очевидно Они Были Похожи А Еще К нам Приехал Какой-то Бит В В Флакс Вот Здесь Единичка Стоит Что Это За Единичка Давайте Посмотрим В документации Потеря Точности Все Правильно Мы Совершили Операцию Которая Привела К Отбрасыванию Бесконечного В Двоичном Представлении Отбрасыванию Некоторых Знаков После Точки После Запятой Вот И Нам Значит Нам Сопроцессор Сообщил О том Что Вернее Так Он В регистре Флагов Установил Бит Который Говорит о том Что произошла Потеря Точности В В Действительности Это Все Часть Гораздо Более Общего Механизма О котором Мы Будем Говорить Через Пару Лекций Так Называем Это Называется Блок Блок Управляющих Регистров Они же Регистры Управления Отчетности И счетчиков Вот Дело В том Что Архитектуре Риск Вайф Это Я забегаю Вперед Просто Чтобы Не Оставалось Никаких Совсем Уж Загадочных Штук На сегодня Архитектуре Риск Вайф Определяет 4-х килобайт На пространство Некоторые адресные Непонятные К которому Можно обращаться Дабы оттуда Читывать Какие-то Статусы Нашего Процессора А возможно И даже Устанавливать Их туда То есть Записывать Туда Что-то Таким образом Управляя Нашим Процессором И это Все адресное Пространство Называется ЦСР Вот Здесь Есть К нему Описание Расширение Соответствующее Называется Зицерс Зицерс Вот И Среди Всего Этого Адресного Пространства Еще раз Это не память Это не регистры Это фиг знает что Потому что Туда Автоматом Процессор Отражает Своё состояние Или оттуда Автоматом Считывает Некоторые Управляющие Управляющие Значения Вот 12 битов Потому что Мы для этого Используем Инструкцию Типа И Разумеется И туда Вписываем Уникальный Номер Этого Самого Регистра Вот этого Регистра Вот этого Вот Регистра Control Status Видите Тут такие Вот они Вот это Счетчики А это Какие-то Управляющие И вот Это наш С вами Флагс На самом Деле Вот он Третий ФЦСР Вот Флагс ФРМ Это всего лишь Поля Вот тут Какая-то Неразбениха В стандарте Написано Не так Сейчас я про это Скажу Буквально Пару слов Запутаю Вас Окончательно На этом И закончим Ну так вот И соответствующие Инструкции Которые работают С этим блоком Регистра Вот Атомарно Или там Неатомарно Считывают Записывают Прописывают Биты Меняют местами Ну и так дальше Среди всех Этих Регистра Есть Ровно Один Он называется ФЦСР Номер Три В котором Отражает Свой статус Сопроцессор Математический Оттуда Можно читать Туда Можно писать Вот Про то Как это делать В общем случае Мы наверное Разговаривать Не будем Потому что Не успеем И этот кусочек Из лекции Я удалю Ради того Чтобы вот сюда Написать Пример Условного Оператора Вот Но скажу Что Первые 5 битов Это вот Те самые Бит Вот У нас Вернулся Вот этот А есть Еще Вот эти А оставшиеся Сколько тут Получается Еще 3 Бит Это управление Типом округления Мы можем На процессоре Выставить Да вы Процессор Округляй Пожалуйста Ну не знаю Там Ближайшее К нашему Числу Но у того Который Модуль Больше Или там Ближайший К нулю В сторону Нуля Округляй Пожалуйста Выставить Соответствующий Бит Вот сюда В этот Регистр ЦСР Или вот сюда Значит В марсе Есть Некое Извращение Они представляют Регистр ЦСР Номер 3 Пилит его На части Сейчас я покажу В действительности Такого нету В действительности Все выглядит Вот так Вот это Вот Флакс А вот это ФРМ В марсе Почему-то Его распилили На части И Пронумеровали Еще как 2 и 1 Видимо Ради удобства Чтобы просто Было видно Чтобы в этой Структуре Их можно было Показать Кажется В стандарте Так Такого нет Кажется В стандарте Есть Регистр ЦСР А вот Это Вот это Всего лишь Мнемоника Для Соответственно Псердинструкции Не знаю В общем Ну так Как даже Проще Да Просто Помните Что Вот видите В ЦСР 1 И Флакс 1 Потому что Это Один и тот Жегистр На самом деле РМ Мы пока Не трогаем Можно Кстати Поэкспериментировать Работает ли он в Марсе Может быть Даже не работает Потому что Подробности Вот И Обратите внимание На вот этот дынь Вот этот дынь Мы сегодня уже видели Этот дынь Является Параметром По умолчанию Всевозможных Инструкций Которые Ведут К преобразованию Вещественного числа В целое Любых Да там Работа с памятью Работа с регистрами Любых И вот По умолчанию Там Передается 7 То есть все единички Что означает Возьми пожалуйста То которое Динамически То которое у тебя Сейчас в ЦСР В ЦСР написано Но Можно указать Свой собственный Тип округления Явно Вот По вот этому табличке Это такие подробности Которым мы наверное Пользоваться не будем Ни в домашнем задании Нигде Просто понимаете Что Когда люди Из Рискфайв Дизайнили Самый базовый Самый минимальный Инстракшн сет К Соматематическому Сопроцессору Они уже задумались Такими штуками Как округление И вот этого Все Вот Что осталось Видите мы не дошли До темы условно Операторы Но Мне кажется Мне кажется Что все довольно Очевидно с ними Я постараюсь Я постараюсь За сегодня К вечеру Доделать Вот эти Тудушечки Вот эти Не постараюсь Потому что Это нужно текст Писать Вот Но идея Стоит в том Что вы Использовали По команду сравнения Инструкцию Сравнение Проверили на 0 И Бранч Или Вычислили Ариентическую Операцию Проверили Какой-то Бит Сходили Сходили Конструкции Airflags Получили Флаги Проверили В них Бит Ну допустим Потери Точности О которой Тут спрашивали Да И Значит На этом основании Сделали Опять-таки Условный Переход Все Кажется Я сказал Все Что успел Значит Еще раз Прошу прощения За отсутствие Примеров Просто Не хватило Жизненных Ресурсов Их сделать Повторяю Сделать За сегодня Вот Значит Если есть Какие-то Вопросы Задавайте Домашнее Задание Воспоследует Вот Кажется Их будет Три А не четыре Потому что Вообще Программы Ассемблер Они длинные Их писать Долго Вот Если вопросов Нету Я жду Еще 30 секунд Если вопросов Нету То на сегодня Все В следующий раз Мы продолжаем Про Стэк Вызов Процедуры И разбираем Понятие Кадр Вот Ну собственно На этом Все Я кстати Вас обманул В следующий раз У нас Через неделю 8 марта Государственный Праздник Соответственно Я приму решение Лекция будет Она будет Либо в следующую Пятницу Либо в следующую Субботу Если буду жив Конечно Вот И на ней У нас будут Практические Аспекты Программирования Мы поговорим Про макросы Ассемблер Многофайловую Сборку И так дальше Она будет Такая Не совсем Теоретическая Не совсем Лекционная Вот Что у нас Будет А фрейм У нас Будут Еще Через одну Лекцию Все Значит На этом Тогда Спасибо До новых Встреч Повторяю Что я Постараюсь Оперативно Сделать Примеры И Оперативно Сделать Домашку Вот Ну и Собственно Завтра У нас Питончик Вот Продолжение следует Продолжение следует